Всем привет, друзья! С вами канал Shara Games, меня зовут Егор, и сегодня у нас на обзоре игра Викинги Войны Кланов. Ну что ж, погнали! Итак, дорогие друзья, после захода в игру, ВАД встречает меню с бонусом или с обучением. То есть, если вы раньше не играли, то у вас встретит NPC, который покажет вам все обучающие элементы, которые вам нужно знать. То есть, такую базу. Я не решил на этом заморачиваться, и мы уже играем на более-менее прокачанном аккаунте. Вот, меня встречает выгодное предложение, это для любителей задонатить. Ну, я это пропущу. Так, в общем, у вас есть поселение, вы владелец крупного поселения, которое находится в Северном Королевстве. Вы Викинг, ваш главный герой, вот сейчас его покажу. Это Викинг, который будет сражаться с другими поселенцами. То есть, если вот ваш герой, ему нужно выбрать образ, поменять имя, есть общая информация о вашем поселении. Также есть навыки. Навыки приносят вам полезные бонусы в добыче еды, других ресурсов. И там к войскам еще есть небольшой бонус. Дальше. Без премиума здесь никуда. У меня сейчас есть небольшой премиум аккаунт, но, собственно, не об этом. Здесь есть задание, которое вы можете выполнять. Например, улучшать здание, изучать новые типы войск, обучать войска. Из-за этого вы будете получать определенное количество ресурсов, то есть награды обычные. Также, также вы можете помогать своим сокланомцам. Если вы состоите уже в клане, то вы можете нажать кнопочку помощь. Вот как сейчас сделаю я. И помогу абсолютно всем. Вот. И потом в ответочку другие соклановцы нажмут кнопочку помощь мне. То есть мне же плюс. Мне же от этого становится лучше. Так, ну и, собственно, здание. Синее здание это здание, которое не могут улучшаться. То есть которое находится на своем пределе. Но после улучшения главного здания, то есть вот этого, так сказать, дворца, ваше здание будет нуждаться в улучшении. Вот, например, возьмем лесопилку. Лесопилка сейчас у меня четвертого уровня. Но она светится оранжевым цветом. Оранжевый цвет это означает то, что вы можете улучшить это здание. Например, сделаем, даже сделаем это улучшение, да? Улучшить. Вот. Все. И запросим помощи у нашего клана. Вот 14 минут улучшения. А после помощи, если мне кто-то поможет из соклановцев, время скоротится. То есть время до постройки будет меньше. Также есть казармы, где вы можете нанимать своих солдат. Вот войска. Они у нас разделяются на 5 типов, даже на 6, которые отвечают за разные типы сражений. Например, обычная пехота, она занимается как атакой, так и обороной. Улучшники это бойцы тыла, которые атакуют своими луками и стрелами на дальних дистанциях. Следопыты нужны для того, чтобы вы могли их направлять в другие, в чужие поселения. И они будут проводить там диверсию. То есть они будут исследовать чужие города и будут давать информацию потом, сколько у него находится войск, сколько у него ресурсов и вообще в каком состоянии его королевство. То есть это довольно-таки полезные юниты. Дальше у вас есть ленту новостей, которую вы можете посмотреть. Может какие-то обновления, турниры, битва кланов. Может какая-то началась, с которой вы можете поучаствовать или что-то другое. Дозорный это очень полезная функция, которая поможет вам узнать, кто находится вокруг. Вы нажимаете на здание дозорного и нажимаете вкладочку навигатор. Здесь отображаются все ваши соседи. Их уровень и приблизительные координаты, где они находятся. После нажатия на которое вас может перекинуть, точнее вас перекинет на место базирования вашего соседа. То есть врага. Ну и вот мне показывают маленькую деревушку нашего соседа. Он в принципе от нас совсем недалеко. И для того, чтобы на него напасть, мне не нужно много войск. Я просто нажимаю кнопочку атаковать. И выбираю количество воинов, которые я хочу отправить. Например, я отправлю 400 наемников, которые в принципе должны справиться с поставленной задачей. Для них это не сложно. Время путешествия можно ускорить. То есть вы нажимаете кнопочку ускорить. Вот выполняется переход. Кнопочка ускорит и используете необходимый вам буст. То есть вы можете ускорить время перемещения вашей армии. Также можно нападать и на другие точки. Есть ресурсные точки и монстры и мародеры. Для того, чтобы создать вещи, вам необходимо перейти в кузню. После чего вы можете перейти на вкладочку материалы, где вы можете создать материалы качества получше, чем у вас есть. Потом вы можете создавать вещи. На данный момент я не могу создать никаких вещей, потому что у меня недостаточно уровня и недостаточно серебра. Серебро здесь довольно-таки сложно добыть, поэтому советую вам экономить эту валюту. Кстати, по поводу ресурсов. В вашем поселении доступно несколько типов производительных зданий, которые добывают вам ресурсы. Это обычные дома, которые добывают вам серебро. Это фермы, это лесопилки, о которых мы уже говорили, каменоломни и рудники, которые добывают вам железную руду для постройки новых солдат и для того, чтобы создавать себе новые типы войск. Ну что ж, друзья, это был обзор игры Викинги, Войны Кланов. Большое спасибо, что вы смотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе выхода новых видео. С вами был канал Шаргеймс и я, Егор. Всем пока!